В Одессе ровно 16 часов. Готовы рассказать вам все, что знаем сами к этому часу. Мы работаем в прямом эфире. Это новости в студии Максим Малынов. Здравствуйте. В Одессе 175 маршрутка, в которой были пассажиры, загорелась прямо во время движения. По словам очевидцев, водитель высадил из задымленного салона всех людей, достал огнетушитель и начал гасить огонь. Инцидент произошел вчера поздно вечером на пересечении улиц Сегетской и Армейской. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал. И еще один инцидент с огнем произошел вчера ночью. Так в Одессе поймали поджигателей прямо на горячем. Ночью полицейские задержали двоих мужчин, которые забросали внедорожник бутылками с зажигательной смесью. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил советник главы областной полиции Руслан Форостяк. Он отметил, что у одного из задержанных обнаружили удостоверение СМИ. Беспечный МИСТО. Издание известно своими скандалами с патрульными полицейскими. Чтобы кто ни говорил и возмущался, а дополнительные патрули приносят свои плоды. Эти поджоги тяжело раскрываются и доказываются. Так что взятые на горячем злоумышленники – это красноречивый результат эффективности, развернутой в городе схеме патрулирования и плана по перехвату «Спираль». Молодцы. Ну а теперь подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня на срочную службу в украинские вооруженные силы отправились первые 50 призывников из Одесской области. Так начинается весенняя кампания. Всего в армию из нашего региона призовут 800 человек. Все подробности далее в нашем сюжете. На плацу военкомата на Заньковецкой полсотни призывников. Они одними из первых отправятся служить в армии в рамках весеннего призыва. Валерий – одессит. Пошел на срочную службу по повестке. Нас разбили по группам, четыре группы. Я сказал, что я хочу в морской пехоте. По моим навыкам они посмотрят и распределят. Я физически подготовлен, занимался боксом, стрельбой из лука. По словам военкома Юрия Белякова, срочников направят в различные подразделения. Сухопутные войска, ВМС и десант. В зону проведения АТО призывники не попадут. Не направляются в зону АТО, потому что они не подготовлены. Завдания их на протяжении года для тех, кто с высшей области, на протяжении полтора тех, кто без высшей области, подготовиться, освоить оружие, освоить технику, понять, что такое армия, что такое дисциплина, что такое подпорядкование командирам. В военкомате говорят, около трети призывников имеют высшее образование. Ихняя перевага в том, что, имея высший успех, если захочет остаться на контракт, их ставят на посаду сержантов. И после 3-4 месяцев на посаде сержантов им может быть присвоено звание лейтенанта. Всего в рамках весеннего призыва из Одесской области пойдут служить около 800 человек. Ольга Голодова, Александр Полуев, Алексей Филиппов, Седьмой канал. На улице Екатериненской, 8, где полторы недели назад произошел сильный обвал фасада, ремонт до сих пор идет медленными темпами. Съемочная группа Седьмого канала побывала на месте сегодня утром. Как видно по этим кадрам, с 10 часов до 11 часов утра на лицах вообще нет ни одного рабочего. К фасаду за 10 дней даже не прикоснулись, лишь отбили опасные фрагменты. С огромным успехом здесь разве что проходит рекламная кампания. Металлический забор, которым ограждено место предполагаемого ремонта, уже завесили рекламой местных ресторанов. Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подал электронную декларацию о доходах за 2016 год в последний день установленного срока. На банковских счетах семьи размещено более 105 тысяч евро, 910 тысяч долларов и 16 миллионов гривен. Доход супругов в прошлом году составил больше двух десятков миллионов гривен. В то же время в бюджет было уплачено в виде налогов 3 миллиона 348 тысяч гривен и 255 тысяч гривен военного сбора. Среди недвижимости, паркинги, две квартиры. Одна в Киеве, другая в Донецке. Всем этим владеет жена главы Одесского ГАА Наталья Степанова. Ей также принадлежат 4 пары женских дорогих часов, 7 ювелирных изделий, автомобиль Lexus JX460. А вот у Максима Степанова 3 пары часов и внедорожник Range Rover. Семья Степановых является совладельцем трех украинских и двух эстонских компаний, которые в основном предоставляют юридические услуги. Мария Гайдар, теперь советник Петра Порошенко. Соответствующий указ от 28 марта этого года опубликован на официальном сайте президента Украины. Работать Мария будет вне штата, ну а я напомню, что в августе 2015 года она отказалась от российского гражданства. Мария Гайдар, дочь известного российского политика Егора Гайдара и правнучка писателя Аркадия Гайдара. Но тем временем в Одессе обсуждали изменения в образовании и здравоохранении. Как передать полномочия на места, как финансировать и создавать систему контроля объединенных громад. Одной из главных задач в реформе здравоохранения стало формирование госпитальных округов. На вторинном уровне, главное, не близкость, а качество. И вот эта близкость, она визначается очень простыми вещами. Люди не схопило, как апендицит, не дай Бог, перитонирует. Есть понятие золотої години. Оце протягом цієї години до лікарни, где ее оперироватимут, має бути доїзд. Вот вам зона вплива госпитального округа. Ну а вот для реформы образования нужны так называемые опорные школы, куда свозят учащихся со всей громады. Это может повысить уровень знаний детей из разных районов Одесской области. Вот когда делается реформа администрации, строятся как раз вот такие громады, где має бути минимум 300 детей для того, щоб була оця велика школа, щоб було 25 детей в выпускному классі, і щоб ішли певні знання, щоб ми витягнули знання. Дякую за перегляд! Вечер на седьмом, сразу же после новостей. Увидимся с вами ровно в шесть вечера. Не переключайтесь!